Здание сносят вручную. Рабочие разбивают блоки, которые раньше служили стенами между квартирами. И с помощью спецтехники. Отбойный молоток дробит пол и перекрытие между этажами. Рабочие за несколько дней уже снесли один этаж. До конца недели планируют демонтировать еще один. Тогда здание приобретет законный трехэтажный вид. Именно на три этажа администрации Сочи было выдано разрешение на строительство. Застройщик, выполняя строительные работы, превысил допустимую этажность на два этажа. Решением суда застройщика обязали привести в соответствие данный объект путем демонтажа двух этажей, превышающих разрешение. Застройщик сносит незаконные конструкции своими силами. Так он не потеряет земельный участок, которого мог лишиться, если бы за демонтаж взялась другая организация. Кстати, прецедент уже есть в Лазаревском районе. Случился первый прецедент изъятия земельного участка и продажи его с торгов с последующим приведением новым собственником земельного участка в соответствии с требованиями законодательства. Торги состоялись, появился новый собственник, который должен привести данный земельный участок в соответствие и снести здание. Такая же участь ждет и других застройщиков, которые не спешат исполнять решение суда. Дом на Каспийской уже 13-й в этом году многоквартирный дом, построенный на земельном участке под частный, который демонтируют по решению суда. Еще 118 объектов, в их числе и многоквартирные дома, тоже ждут своего часа. Решение об их сносе уже есть.